Итальянцы поприветствовали компромисс, которого достигли Рим и Брюссель по вопросу бюджета Италии на 2019 год. Согласно нему, Италия понизила дефицит бюджета на следующий год с 2,4% до 2,04% ВВП. Она также понизила прогноз экономического роста с 1,5% до 1%. «Мы можем сказать очень чётко, что прекрасно понимаем желания наших граждан. Мы проявили упорством в экономической политике и делаем это с полным чувством ответственности ради благополучия итальянцев и удовлетворения Европы». Согласованные параметры теперь должны утвердить итальянский сенат и Еврокомиссия. «Думаю, это хорошо. Надеюсь, что это правительство сможет осуществить свои планы и в будущем, более детально их проработать». «Важно, чтобы Италия равнялась на Европейский союз. Вне ЕС Италия будет намного более слабой. Нет смысла бороться с Европой». Противоречие вспыхнуло в конце октября, когда Италия представила новый проект бюджета в Евросоюз. Документ Брюссель принимать отказался и пригрозил Риму санкциями. В представленном документе было заложено повышение дефицита бюджета до 2,4%. Однако, согласно правилам ЕС, Италия должна была, наоборот, его снизить по причине высокого госдолга. Эксперты говорят, что в настоящее время Италия и ЕС заинтересованы в соглашении. «У Еврокомиссии есть проблемы посерьёзнее. Это и Брексит, и уличные протесты во Франции, и другое. Ни одна из сторон пока не хочет начинать большую войну по вопросу бюджета. Думаю, соглашение выгодно всем». Согласно прогнозам Еврокомиссии, дефицит бюджета Италии в следующем году вырастет до 2,9% ВВП. А в 2020-м он составит 3,1%, превысив допустимый лимит в 3%.